Подключаемся все понемногу и будем сейчас начинать. Я пока подключу видеокамеру, чтобы меня было видно. Здравствуйте, друзья. Всем добрый вечер. Рад всех приветствовать здесь и сейчас. Так, подключаемся. Рома, привет. Привет. Увидел тебя. Привет, да. Всем привет. Так, ну что, у нас сегодня будет интересный вечер. Будем говорить про NFT, будем вести диалог. Это, я искренне считаю, что это куда интереснее, чем любой вебинар с контентом. Реально. Потому что, ну это не интереснее, даже правильнее сказать. Это история, которая очень помогает раскрыть тему более сильно. Потому что есть база контент, который нужен. Мы сделали уже один вебинар большой. Был три часа почти, где я раскрыл, что твой NFT, какие способы заработка, вида NFT. А сегодня будем просто общаться. Будем разговаривать. У нас сегодня с вами такой small talk, камерный такой, можно так сказать. Поэтому будем начинать. Рома. Да, да. Ребята, привет. Я представлюсь. Вы могли, наверное, в анонсе в Телеграме видеть. Меня представили как маркетолога Шага. На самом деле я не являюсь сотрудником Шага, но я помогаю делать маркетинг. И сразу скажу, что сегодняшний эфир, да, это не вебинар. То есть у нас нет никакой заготовки, презентации. Мы решили, что... Точнее так, представьте, что это как будто бы разговор на кухне, где человек... Я, например, я ничего не понимаю в NFT. Я хорошо разбираюсь в автоворонках, в диджитал-маркетинге. Я считаю, что средняя разбираясь в крипте, а вот в NFT вообще ничего не понимаю. И человек, который эксперт в NFT и зарабатывает на этом, Андрей. И вот у нас с ним будет разговор, где я попытаюсь для себя прояснить много интересных моментов. Я верю, что и для вас этот отделок тоже будет интересен. И попробуем, может быть, вообще смысл этого эфира в том, чтобы вы для себя поняли, подходит вам NFT, не подходит. То есть у нас такая позиция в шаде, что мы против того, чтобы впаривать людям то, что им не нужно. Поэтому этим эфиром мы хотим раскрыть тему NFT проектов, чтобы вы для себя, каждый сам решил, есть ли вам смысл нырять в эту тему или нет. И если после эфира вы вдруг решите, что вам это не подходит, то это здорово. Значит, вы не потеряете время и деньги. А если после эфира вы решите искренне заинтересоваться и разобраться в теме NFT, то это здорово, потому что большей вероятностью вы просто найдете для себя еще один источник дохода, заработка, и это будет здорово. И мы с Андреем как раз попытаемся разобрать эту тему, чтобы вы для себя в процессе этого разговора поняли, или стоит вам входить NFT, или, может быть, заняться какими-то другими вопросами. Вот. Супер. Супер, отлично. Сразу дам интро небольшое. Общался только что как раз с человеком, встречались. Она в бизнесе много лет. У нее большой опыт бизнеса, большие бизнесы. В Киеве, в Украине. И она ничего не понимает в NFT. То есть она вообще, ну, она говорит, я прям совсем не понимаю. Я ее сегодня позвал тоже, естественно, чтобы она послушала. И я могу дать инсайд такой, что я в ходе разговора с ней такого вот, ну, как мы сейчас будем общаться, это только что было, я дал ей несколько просто вот пример, пример, как там, там, там. Она говорит, класс, я все поняла, и я понимаю, как это внедрить, как эту историю докрутить, как это можно внедрить в бизнес базовый, и как на этой штуке зарабатывают отдельно. То есть вот это все буквально мы с ней пару часов посидели, так лично просто, мы очень дружим давно, я ей рассказал. И вот сегодня я думаю, что у нас цель такая же, дружеский вечерний диалог, который я, мы обсудим, просто пообщаемся, чай попьем. Кто хочет заваривать чай, кстати, давайте разговариваем. Я признаюсь, у меня одна из целей сегодняшнего разговора с тобой, Андрей, понять, например, как я могу на этом зарабатывать. Ну, то есть я что-то понимаю в маркетинге, да, я понимаю в товарке, и вот как NFT для меня может быть полезно. Возможно, для других людей эта тема крайне тоже важна, как можно заработать, если у них уже есть какая-то профессия или, наоборот, нету профессии. Вот. Может, начнем с того поделись новостями, что сейчас происходит на рынке NFT, какая вообще ситуация, и если можешь, научи, как можно быстро вообще понять, куда посмотреть, какие знания нужно получить, чтобы, ну, для себя понять, сейчас все плохо или все хорошо на рынке? Смотри, в целом глобально, если взять рынок, рынок меняется, и на него влияет сейчас падение цен на биткоин, эфир, и все валюты, полностью все, то некоторые упали в три раза, что-то упало еще больше. И могу сказать, что, но, тем не менее, я не вижу того, чтобы спрос и динамика рынка упало. То есть я оцениваю спрос и всю динамику, исходя из наших комьюнити, я состою в разных комьюнити, разных чатах, разных, ну, вот, где мы общаемся, советуем, что-то закрыто, у меня сейчас закрыто 70 человек, которые именно постоянно в деле советуют, скидывают друг другу новые релизы и так далее, минты, ну, нового, там, сейчас будущее. И я могу сказать, что динамика не убавилась, точно все продолжается. Я вижу, исходя из того, что рынок уже набрал, уже есть легендарные большие коллекции, есть Борт, Эйп, все знают обезьянки эти, видели их, есть Панки, например. Я, например, не знаю про обезьянок, а где там, ну, вообще можно смотреть, как за этим следить? Да, собственно, где смотреть и что следить? Супер советую, на самом деле, найти и подписаться на пару комьюнити разных, которые NFT просто. Советую, я смотрю, я сейчас участвую в большинстве всех сообществ, которые на английском, то есть я оттуда беру информацию, очень много, мы там общаемся, я выступил саммит метавселенных сейчас недавно, вот совсем оттуда у меня комьюнити пришло очень прикольно, это было в Париже. Познакомился с фаундером, вот сейчас сэндбокса неделю назад, тоже с ним как раз там пообщались, обменялись контактами, поговорили, интересно, потому что напрямую сэндбокс, буду говорить простым языком, возвращаюсь, это одна из топовых метавселенных игр сейчас. И получается, что метавселенные построены все вокруг NFT, машинки, владения, земли, это все-все-все NFT, в том числе с ним все обсудили. То есть если вернуться к вопросу, так тезисно, вот смотреть где, идти, найти, искать комьюнити, первое, где можно найти, есть комьюнити сейчас у нас, где мы находимся, собственно, это раз-два, это я нахожу разные комьюнити через разных инфлюенсеров по NFT в Штатах. Что делаете? Открываете инсту, прям пишете в поиске, например, NFT пишете прям вот там в поиске, вот, и вам всплывают люди, которые там занимаются, показывают, именно вот самый простой метод. Вообще в Твиттере надо это делать, желательно, но кто не пользуется, потому что я знаю, что у нас немного тех, кто сейчас использует Твиттер активно, тогда инсту ровно так же. И там находите те их паблики, чаты и уже начинаете смотреть. Где смотреть коллекции, где узнать, что означают обезьянки, где найти вот эту всю историю. Советую чуть-чуть посерчить историю NFT глобально, как устроено все NFT, даже просто в Google, просто базовая история NFT, одну статью откройте, чтобы вы могли хотя бы сейчас понимать, какая ситуация. Кратко, рынок в связи с тем, что вся валюта, все просела, он изменился, стало больше бесплатных коллекций, стало больше дешевых коллекций, но не могу сказать, что там что-то прям, кто-то, ну прям типа, что-то там упало, что-то. Вот моя активность, я смотрю наши чаты, ко мне все продолжается, у ребят все работает, я покупаю, кто там сам захожу. Мы сейчас собрали NFT-пул, вот, где мы вместе коллективно, 17 человек, заходим и вместе покупаем, то есть делаем быстрые флипы, это значит, что мы быстро купили или быстро продали. То есть мы играем, заработок небольшой вообще, это может быть 40 долларов, но ты можешь делать таких флипов в день, да, есть убыточные. Важный момент, отступление назад вернусь, что очень важно вообще понимать NFT, рисковость NFT, потому что это очень часто это актив, который ничем не закреплен, то есть люди покупают NFT, типа, за которым ничего не стоит. И вот тут очень важно вы, дети, понимать, что можно деньги потерять, можно деньги заработать и также быстро их потерять. Поэтому надо очень внимательно идти с комьюнити, это важный момент. Вывод, рынок движется, я верю, что он... Да, я про риски хотел потом еще отдельно поговорить, потому что, ну, меня в целом интересует, если уже заходить в NFT, то нужно, ну, разобраться. То есть это... Нельзя вскользь пропустить этот момент, мы его обсудим потом чуть-чуть детальнее. Согласен, да. Какой инсайд? Инсайд основной стоит в том, что рынок будет двигаться, верю в то, что весь рынок будет выйти из зимы, давай так назову, верю в это, это искренне. Просто из опыта, это изучение истории, что происходило с рынком, даже вот туда посмотреть, если... И, соответственно, все NFT тоже будет набирать обороты, и верю, что сейчас внедрение вообще NFT в жизнь только начинается. То есть скоро мы будем ходить в спортзал, пока вызывать NFT, которое будет открывать спортзал, владение недвижимости уже, которое развивается, и так далее. То есть это огромный, это начало огромного пути, большого инструмента. Как телефон мобильный, был первый, помнишь, который в какой раз, вот так, контент у меня у папы был, а сейчас вот. И это еще, и это тоже путь, то есть будет еще больше. Да. Вот на сегодняшний момент, если я правильно тебя услышал, рынок просел, это значит, что все активы подорожали, соответственно, если уже заниматься инвестициями в NFT, то порог входа снизился, и ты говоришь, ну, то есть, можно просто закупать дешевле, ну, и это становится уже просто более доступным для многих людей, или это не так работает. Классный инсайд, смотри, все активы сейчас упали в цене, наоборот, то есть стоил, например, там NFT, один эфир стоило, было это в долларах, вот, три тысячи, сейчас тысяча, пятьсот долларов, если не ошибаюсь, эфир. То есть упало в цене, в совместимости, со стейблом USDT, USDC, например, это стейбкоин, если взять, но она была эфир, стала эфир, то есть типа не поменялось. Б вариант, что оно еще и растет. Но важный, очень, очень инсайд такой, я говорил недавно, вот, человеком, два дня назад, мы с ним созванивались, кто именно такой трейдер NFT, то есть он именно фул, он именно всю жизнь, именно трейдингу, то есть он занимается только этим, это его прям, как он фан. И он мне такой инсайд дал, что он говорит, что сейчас интересно, что часть людей скидывают классные NFT за очень дешево. То есть чувак купил NFT за один эфир, за серию трешку, там, из серии долларов, и он понимает, что она стоит, ну, то есть типа он понял, что она упала, и есть люди, которые типа такие, ладно, окей, скину и забуду. И он в этот момент выкупает у них, потому что это он из своих прогнозов видит, что вероятно сможет потом забрать. Вот как раз на просадке на этой. Поэтому рынок движется, дай бог, чтобы все развивал, ну как, это все будет развиваться, это все технологии, индустрия, это мир, и тут уже такая история, что мы только начали. Поэтому рынок есть, сейчас он активный, и да, спасибо, он стал более доступным сейчас действительно. Вход, ну типа, столько бесплатных минтов не было никогда. Минт бесплатный, то есть это если вы можете открыть, типа увидеть коллекцию, например, найти ее, есть списки, сервисы прям с коллекциями, есть сайты, например, NFT, дропс, где есть новые релизы, и ты можешь же там посмотреть, что будет, и ни разу не было еще, что так много бесплатных коллекций, сейчас релизится, и ты можешь пойти и буквально за комиссию ее забрать себе. И есть такая доля, к чему эту историю делать, потому что в соотношении процентов есть высок, ну типа, есть такая вот история, скажу иначе, к чему, зачем Минт идти их бесплатно. Сам фаундер запускает это, чтобы себе, себе сделать комьюнити, и есть вероятность доли, что одна из коллекций, которые бесплатные, потом выстрелит. Вот недавно выстрелила, например, гоблины коллекция, вот совсем недавно это было, может, три месяца назад, и оно, сейчас я открою, прям посмотрю, сейчас открываю, что у них флор прайс, то есть бесплатная коллекция была в начале, по приколу, я бы так это назвал, сейчас загружается у меня, и сейчас у них флор прайс, выглядит, она если видно, все ярко, ну лично мне не видно, но я думаю, вот так выглядит, вот коллекция, сейчас флор прайс, 2,7 эфира, то есть это 4 тысячи долларов, почти, бесплатная была в начале, флор прайс, это самая минимальная цена NFT, минимальная, то есть она, ну еще и растет вверх, вот. А ты еще до этого чуть выше сказал, что вы делаете быстрый кит? Вот она вот так, вот такая коллекция, кто знает ее, поднимите здесь ручку, пожалуйста, чтобы я мог просто увидеть, что мы тут на связи, все есть, ребятки, давайте, жду всех, ручку поднимите, кто знает коллекцию гоблинов, это вот недавно была, кто тут у нас в контексте, давай двигаться. Так, меня заинтересовала одна цифра, ты выше сказал, что вы делаете быстрый флип, ну я понимаю, это так транзакция, типа купил, продал, купил, продал, да? Ты тут, я тут. Я тоже здесь, или ты у кого спрашивал? Это, Андрей, слышно? Да, да, то есть что значит, что тут, тут, да, да, все слышно. Да, так вот, меня заинтересовало это слово, вы делаете быстрый флип. Это, у нас задержка маленькая, да. Мы друг с другом начинаем говорить одновременно. Да, я понял, что у нас задержка чуть-чуть небольшая. Сейчас я секундочку, я понимаю, почему эта история может быть. Буквально мне надо одна секунда, и я эту историю смогу, чтобы она не так висела у нас. Давайте мы так сделаем. Сейчас, секунду. Вот сейчас не будет висеть так сильно. Все, сейчас должно пойти хорошо. Почему я спрашиваю? Я хочу понять на твоем примере, насколько у тебя получается зарабатывать, чтобы я понял для себя, могу ли я повторить, ну, примерно такой же результат, и что мне для этого надо. Вот ты сказал, что вы делаете быстрые флипы, я, насколько понимаю, это просто купил и быстро продал. Там есть какой-то заработок. Да. Можешь поделиться, ну, мне, думаю, кажется, это будет просто и зрителям даже интересно, сколько у тебя получается зарабатывать. Да, смотри, все расскажу, естественно, что мы делаем. Вот сейчас я рекомендую тем, кто начинает только им делать чуть-чуть другую стратегию, о ней расскажу чуть дальше. Что делаем мы? Мы играем в быстрые флипы. Флип означает, что мы заменители NFT, это означает, если простым языком, выходит NFT на рынок. То есть фаундер коллекции говорит, ребята, все, запускаю NFT. Ребята приходят, например, я и забираю NFT за 5 долларов, то есть минимальную стоимость какую-то ее. Вот. И сразу же выставляю ее на продажу. В этот же момент. То есть я ее купил за 5 долларов и ставлю, ну, я там умножаю на 10, типа, ставлю за 50. Вот, допустим, это такой пример, один из примеров. То есть обычно это происходит, ну, лучше, чем 50 баксов, оно неинтересно играть даже. В этот, если ставить 10, 15, оно не имеет смысла. Потом, B-вариант, я могу забрать ее на Минте, подождать, что мы делаем чаще, буквально день, то есть сегодня сутки подождать, завтра открыть и посмотреть флор прайса, о котором мы уже говорили. Сегодня, типа, минимальная цена, которая уже на коллекции. И я вижу, там минимальная цена, типа, 30 долларов, 50, 100. Я такой ставлю минималку и ее скидываю. То есть задача быстро продать ее. У нас был кейс недавно, что мы продали, мы забрали, вот NFT, сейчас скажу, это было, мы ее забрали бесплатно, я сейчас курс посмотрю в Солане, сколько это, сколько у нас Солана, сейчас, 35 долларов. Получается, что мы забрали NFT бесплатно, вот, ее выставили на продажу по флор прайсу за одну Солану, у нас ее сразу купили, и мы заработали за там 3 минуты вот эти ее деньги. Минимальные, но это типа на объеме, опять же, я предлагаю делать эту историю на объеме. Но, сейчас коллекция, там у них флор прайс 20 Солан, это 700 долларов. То есть, я поспешил, такое бывает, это окей, но, вот, потенциально можно вот такое делать. Как, что делать, если вы начинаете, вот я типа тем, кто нас слушает сейчас, для вас вот эта вся история, флипать, это сложно. Где взять коллекцию, как это сделать, как взять кошелек, как вообще найти, в какой момент ее продать, это там много нюансов. Я рекомендую тем, кто у нас начинает сейчас, кто нас смотрит и слушает, первый путь основной, это отслеживать участие в коллекциях, в вайт-листах. То есть, каждый день выходит на рынок новая коллекция. Разные выходят. И, часто, очень проекты дарят за действие, за то, что вы там лайкнули пост, в телеграме, ретвит сделали в твиттере, эти коллекции разыгрывают заранее список 100 человек, которые могут первыми пойти и купить эти, типа, вот эти вот коллекции, NFT. То есть, вас вносят в вайт-лист покупки. Вы сможете потом открыть и купить первые. Это, типа, прикольно, потому что маркет большой, много тысяч, сотен тысяч людей, которые это все делают, и прикольно быть в прикольных проектах первым. И вот вы можете эти вайт-листы, вот там вот вы можете заработать в начале, потому что эта инвестиция вообще минимальная раз. То есть, это сделать надо там действие, лайк поставить, вы выиграете, то есть, высокая доля вероятности выиграть вайт-лист, а потом забираете часть, то есть, часто за бесплатно NFT, либо за какой-то там 10 долларов, и ждете и выставляете. То есть, это путь, который менее рисковый, но он и чуть-чуть дольше получается. Поэтому мы что делаем? Смотрите, в среднем, ну вот я могу так сказать, заработок идет на разных видах коллекций, ну вот я назвал, вал 35 долларов у нас заработок был. Ну, это, наверное, есть где-то вот этот минимум. То есть, я не думаю, что, ну, если так взять в сумме, то есть, 40 долларов хорошо, если ты сделал все правильно. Это как старт, от старта. Почему? Потому что есть, типа, коллекции, например, на Солане, где нет комиссии, там она минимальная, так, а есть коллекции на эфире, которые построены. То есть, это вообще, вообще другая технология, и там есть нюанс, это вот эти комиссии, которые очень дорогие достаточно. И, то есть, сыграть еще и в минус, если комиссия, там будет 30 долларов, тоже вопрос. Ну, это получается, я сейчас рассказываю про вход, то есть, это такой вход. Максимальная цифра у нас, типа, в комьюнити были, мы делали, ну, типа, это прям, ну, это цифры, измеряемые от 1000 долларов в 2, 5, 7, 10, но это был, то есть, я верю, что такое лучше делать с кем-то. То есть, когда мы с тобой вдвоем, вдвоем взаимодействуем, вдвоем скидываемся по 500 долларов, зарабатываем 2000 и делим их. Вот я верю в такую большую технологию. Вот я даже, в том числе, сейчас курс, который мы сейчас пилим, это для того, чтобы мы могли все вместе участвовать, потому что, я, ну, сам могу заходить, но я лучше зайду в 5 NFT, по, типа, где будет, там, 5 человек в каждом, например, участвовать. Мы в этот момент с ним все риски, все вместе, мы строим диверсификацию рисков наших и, ну, типа, у нас, я бы сам зашел туда и потратил 1000 долларов, так, а мы заходим в пятеро и тратим каждый, например, 200 и зарабатываем, потому что мы все вместе эту историю движуем. И вот это на самом деле основная цель курса. Если честно, я так что-то начал с этого, но я вспомнил об этом просто. Вывод. Зарабатывать от 40 долларов это минимум. На флипе перепродажи, потом есть инструмент стейкинга, где мы пошли, купили NFT, поставили ее на стейкинг, то есть дали ее в пользование, типа в игру, например, и нам платят за это, то есть токены. И мы, ну, вот я заработал тоже на таком, я писал, вчера у нас в сообществе, по-моему, тоже долларов 40 за две недели пассивной. И потом выявил, то есть я вложил 150 долларов, ну, я купил 2 NFT, стейкингом сделал 40 долларов, был прогноз у нас 300, по-моему, чтобы сделать. Потом токен упал, в админт рынок, видишь, упал. Снова же риски, везде риски, то есть постоянно они идут. и токен упал, заработал так 40 долларов, я эти деньги вывел и эти NFT продал. То есть я в ноль вышел и заработал еще раз 40 долларов. То есть в моей стратегии меня прикалывает делать, вот есть два вида до всего инвестирования. Есть инвестирование, вы купили сейчас NFT и забыли про нее. И через год вспомнили, через там месяц, два, три. Но есть вопросы. И второй вариант, это вот это вот, типа, купили, поставили на стейкинг, заработали 40 долларов, взяли, продали, взяли минт бесплатный, выждали день, подождали, то есть завтра поставили ее на продажу, например, продали. И таким образом, ну, все зависит от вас, сколько будет сил у вас и времени это занимать. Я в марте, даже в апреле, правильнее сказать, в апреле, я прям фулл-тайм этим занимался. То есть я сидел, и прям сутками выполняешь простые действия, типа, как лайк, шейр там сделать и так далее. И тебе есть возможность выиграть токены или NFT проекта. Я играл в айфдропы, заполнял вайтлисты, чтобы мне дали место, ну, как раз вы, чтобы я мог выиграть первому купить, флипал, и тогда я, ну, прям на объеме, я тогда суммарно сделал где-то под 200 конкурсов я провел, с которых мне насыпали где-то 8, 4, ну, было хорошо. Короче, вопрос времени. То есть можно в день вовлекаться от одного проекта до, ну, чтобы, типа, без, ну, как психов, типа там, ну, пару можно делать в день. То есть в день зарабатывать, там, 80 долларов в день, в неделю, там, пять раз, но при этом всем стоит понимать риски, что иногда может быть, что вы будете делать, 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 и у вас будет минус, минус, то есть вы купили, ну, сделали, сделали NFT, сделали, 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 и оно ничего не продается. Такое вот это больше этого. Но тут надо именно знание иметь важно. Давай на этом остановимся, потому что у меня, у меня небольшая каша, если честно. Я хочу для себя понять, какие есть способы заработка на NFT. Из того, что я услышал, я понял. Есть, первое, это флип, это когда купил, продал. По сути, это трейдинг, да? Я хочу просто привести, может быть, сравнение с каким-то классическим бизнесом. Ну, например, мне ближе товарка, да? Я понимаю, что есть какой-то товар в Китае, я его в Китае купил дешевле, здесь там, или в Америке продал дороже. По сути, это, ну, трейдинг, да? В NFT можно где-то, не в Китае, а у какого-то фаундера на какой-то распродаже купить или за бесплатно, или за очень дешево, и потом перепродать за дороже. Вот есть вид заработка, типа, можно назвать трейдинг NFT. Классная история, спасибо за упрощение, да. То есть, но, опять же, вернусь к рискам, так же, как и в товарке, ты купил товар и его продал с наценкой, так и на NFT купил, выждал, что там, типа, у них вырастет комьюнити, кто-то классный зайдет к ним, у них будет партнерка, какой-то может быть рост, кто-то скупит все, типа, бывает, и тогда тоже цена вырастет. Но так же, как и с товаркой, если мы говорим про селфи-палки, давай возьмем пример простой, ты можешь купить и продать дороже, так оно может лежать на складе у тебя долгое время. И вот так и с NFT. Ты можешь купить, продать, а может оно у тебя, у меня есть NFT, которые я купил год назад. И они так, ну, они вот висят, что-то они продаются, но они, скорее всего, никогда не продадутся уже. Такое тоже присутствует. Это нормально для бизнеса история. Но эта история есть риск. Вот это и есть риск. Окей, это один вид заработка, то есть трейдинг. Второе, из того, что ты сказал, можно купить. Да, стейкинг. Ну, это можно сравнивать с депозитом в банк, да, положил депозит в банк, и все, он тебе приносит деньги. Здесь так же, типа, инвестировал NFT, положил условно на стейкинг, и он тебе приносит деньги. Да, но отличие, единственное, что отличие, если взять от банка, в том, что это быстрее. То есть, здесь быстрый цикл. Если у банка, это там год, там 6 месяцев, 12, может, месяц есть даже точно, тут это может быть 7-10 дней, 7-10-15 дней, то есть, это короткие, то есть, в долгую никто не ставит. Ну, есть кто ставит, правильно сказать, но в основном, это быстрая сделка. Но вообще, вот все то же самое. Ты дал карточку. Какая идея, у меня спрашивала сейчас подруга моя, вот, собственно, так, а в чем идея стейкинга? В том, что я купил NFT, я вошел в комьюнити проекта этого, то есть, я завел свои там 100 долларов, допустим, и я отдал фаундеру назад NFT эту в пользование. То есть, он может далее ее использовать в игре своей, то есть, ей можно пользоваться, делать ликвидность за тот счет, то я вошел, ну, мы сделали цикл вот такой, прокрутить. То есть, я дал денежку, получил свою штучку эту, и мне за это, он мне говорит, хорошо, спасибо, Андрей, вот тебе токены проекта. Токены на сумму там 20 долларов. Я говорю, супер, держу, потом, то есть, это как вызывает цикл оборот, знаешь, когда там 500 человек вот так делает, это вызывает уже систему, когда люди взаимодействуют, общаются, рассказывают друг другу, входят новые, и потом приходят, пацаны покупают токены проекта, то есть, это как вызывает экосистема. Это второй способ. Окей. Тогда получается, ну, первый способ это трейдинг, это больше такое, типа, спекулянство. Второй способ, это вроде как инвестиция, то есть, более-менее пассивный. А как же зарабатывают сами создатели NFT-шек? Вот, ну, какие-нибудь там фаундеры, как ты говоришь, или художники, которые рисуют эти картинки. Они на чем зарабатывают? Как вообще это происходит? Самое главное, что идет в NFT, это то, что это не просто картинка, а лишь пэк. Это внутренняя система. То есть, всегда за NFT, вернее, прямо скажу не так, часто за NFT, всегда, часто за NFT стоит что-то, то есть, какая-то игра, использование ее где-то, или в чем-то, но есть и большая доля разных видов сейчас NFT, за которыми ничего не стоит. То есть, просто идет изображение. Но, если за ним стоит классный художник, популярный, звезда, известный, тоже стоит получается. То есть, это вот такая вот история. Потерял твой вопрос, прикинь, я хаотичный какой-то, прошу. Я здесь для того, чтобы повторять вопрос. Да, спасибо. Я просто, опять же, хочу систематизировать для себя, где я могу зарабатывать. Пока что, для меня самое простое, понятное, это покупать дешевле, продавать дороже. Ну, то, что вроде звучит очень логично. Потом инвестиции. И третий способ, например, если бы я был каким-то талантливым художником, как я могу на этом зарабатывать? Я могу создавать NFT и просто их продавать? Или зачем людям их покупать тогда? Прикольный очень вопрос. Сейчас тема сделать свою коллекцию, это хайп. То есть, это типа прям люди прям ищут активно, кто им может эту историю дать и сказать. Рассказываю. Я, допустим, я художник, я рисую. Я рисую уже там 5 лет. У меня есть мои там уже клиенты, сейчас действующие, которые у меня купили картины. Допустим, их там 20 человек. Я так говорю, минимальными цифрами совсем. Но мои картины стоят там 500 тысяч долларов. Допустим, классные картины. Я запускаю NFT в векторе каком? Я могу продать свою диджитальную, например, картину. Для этого есть порталы, где идет упор конкретно на искусство, арт. То есть, есть площадки с большим упором на игры. Например, ты открываешь площадку, и ты видишь там всякие гаджеты для игры, какие-то инструменты и так далее. Есть площадки разные, типа OpenSea, главное. Там все, там арты, все, там игры, все абсолютно. А есть площадки, как SuperRare, например, площадка с фокусом, ну, как раз-таки на художку. То есть, вы, как художник, можете сделать свою коллекцию. Важная история, что вы зарабатываете на первой ее продаже, то есть, там, вы продали ее за 100 долларов, и вы зарабатываете долю royalty со следующих всех перепродаж. Допустим, вы поставите это в ходе, там, ну, как раз за лики ставится, вы поставите 5 долларов, вернее, вы ставите вот 5 процентов от суммы сделки. Всю жизнь. И вы получаете там всю жизнь за все перепродажи ее, вот эту долю от 100 долларов следующих, например, 5 долларов. Что сделать, чтобы вы эту историю купили? Несколько основных элементов. Классно заходит, сейчас NFT в новом стиле. То есть, что это означает? Это вот эти вот там, например, бесплатные минты, где люди бесплатно, например, забирают коллекцию. То есть, какая-то, это такая новая фишка рынка. Ей буквально там месяца 2-3, но это прям вот фишечка, которую люди прям играют. С какой-то идеей маркетинга была девочка, которая сказала всем, кто купит у нас NFT, я дарю 5 долларов. То есть, типа, что она доплачивает за это. Это было, это вызвало нереальный шум на рынке. Девочка, правда, перед минтом сказала шутка. Это не так. Но люди уже пошли покупать. То есть, шум уже встал. Вот. Инсайт. Но она сказала, сори, я пошутила. Прикольно. Это 2. Три, что самое важное, чтобы за NFT стояло, что-то. Доступ в комьюнити, в сообщество, в какой-то клуб, каким-то вашим курсом, если у вас это есть. То есть, какая-то ценность. Не просто серия картинка, а что-то давала. То есть, есть виды, например, NFT, их там больше 10 есть разных, чтобы оно давало к чему-то доступ, пас, отношение комьюнити и так далее. Четвертое, чтобы оно было красивое. Это желательно. Или, как сейчас тренд, вообще некрасивый. Сейчас рисуют антикрасивые NFT. Вот. И, типа, они сейчас залетают. Следующее. И, наверное, ну, да, маркетинг. Маркетинг, то, что вам нужно. Базовый маркетинг, это что? Вам надо собрать свое комьюнити, сообщество, 100 человек, от 100, образно говоря, которые сходят, ну, то есть, сходят, где-то его купят. Как это делать? Делается это все маркетингом. То есть, вы делаете рекламу, простым языком, широкую, собираете к себе сообщество до релиза коллекции. Или можете в ходе. И, чтобы были люди, которые, ну, например, есть человек, он увидел рекламу вашу, то там у блогера в Твиттере, и говорит, классная коллекция, нравится идея, что у вас доступ в какой-то там клуб, или открываются ваши курсы, и нравится вообще NFT. вижу историю, что вы планируете следующим шагом открыть какой-то, может, онлайн-галерею еще одну, и вам, то есть, вы собираете коллекцию, сейли, типа, под эту идею. То есть, типа, нужна большая идея какая-то. Это то, о чем забывают абсолютно все. Начинают лить NFT, просто хаотично картинки, которые никто не покупает, они такие, а что такое? А там много внутри зашито. Но, если сделать все грамотно, я считаю, что первый пункт из всего это маркетинг, но, ну, даже первый пункт, я бы так сделал, смысл, а потом маркетинг. Смысл может быть функциональный, может быть веселым, просто есть вот сейчас хайповые коллекции, сейчас, которые залетают. То есть, это все фан, которые покупаются. Просто людям весело. Они покупают коллекцию, которую сказали, что они доплатят еще за мин. Прикольно. Ну, типа, смешно. Это смешно. И люди идут участвовать в этом. То есть, сами картинки, вот эти, которые мы видим, это просто верхушка айсберга, да? А на самом деле, под NFT проектом лежит, какая-то идея, какой-то смысл, какое-то сообщество, какой-то маркетинг, бизнес-процесс. То есть, вообще, в принципе, NFT проекты, ну, их можно назвать бизнесом. Это как создать бизнес. Да. Да, коллекции. Самое топовое коллекции, я открываю сейчас при вас телефон, я сразу это делаю, чтобы мы могли OpenSea, смотрю сайт. Я открываю коллекцию. Вот, мы смотрим коллекции, и сейчас, например, самое активное. Вот я открываю, загружается, у меня все, почему не загружается. То есть, если сделать грамотную, классную, большую идею, ее грамотно всю подсаппортить, то высокая вероятность есть в том, сейчас найду эту софту, что вы сможете построить на этом не просто даже бизнес, а сможете построить целый большой проект на этом. Кто грамотно будет относиться к тому, что он делает? Потому что самое сложное в истории, где приложение, не могу найти. Самое сложное в истории, это именно зашить эти смыслы, потому что все NFT выглядит как. у нас есть токен, факт, ну, типа токен, собственно, в токене есть зашитый смарт-контракт, то есть, что-то в нем зашито, доступ, клуб, комьюнити, отношения к чему-то, какие-то еще истории, отношения в игру, и визуально это все клеится картинкой визуально, то есть, это только верхняя часть, а потом внутри там начинка, и вот за начинку люди часто, чаще всего и покупают, даже если вам кажется, что да кто купит эту картинку за 100 тысяч долларов, которые вот эти вот картинки продают, ну, типа люди говорят так, кто это купит, это что-то такое, за картинкой, ну, если так назвать, стоит что-то очень сильное, и часто люди из рынка даже, ну, вообще не знают, что это, вот за картинкой, которая стоит 100 тысяч долларов, то есть, и в среднем они там стоят 100, стоит что-то больше, например, сильная комьюнити, то есть, ты идешь, покупаешь NFT, вступаешь в закрытый чат, типа, например, держателей, а если ты состоишь в чате, где 500 человек, которые заплатили 100 тысяч долларов каждой за картинку, то это точно совсем другой уровень, типа, ну, общения, информации, знаний, инсайтов, то есть, и ты можешь на этом все это делать, раз, два, держателям NFT дорогих всегда делают какие-то бонусы, дарят токены проекта и так далее, то есть, это же, там целая, так, Андрей, ты пропал, окей, да, на пару секунд звук пропал у тебя, да, поэтому запустить NFT хороший, это легко называется, вот, доходом назвать эту историю легко, на самом деле, вот есть, например, это сейчас, потус, новая, то у них коллекция, за ней стоит, экосистема целая, у них флор прайс 0,6 эфиров, это тысяча долларов почти, и продано 5 тысяч, то есть, на сумму, сейчас, 5700 эфиров, то есть, вот мы открываем и смотрим, что это такое, вот прикольная коллекция, то есть, я открыл топ просто, ну, открыл сайт OpenSea, и открыл топ, я не придумал, где-то не взял, вот смотрю здесь, и вот, то есть, это инсайт показатель в том, что, вот, если пацаны продали 5700 эфиров, например, это такой пример, один из примеров, но это самый такой топовый, давай я чуть-чуть спущусь ниже, вот, продали пацаны, там, коллекцию, на, тут такие цифры, слушай, ладно, в общем, тут продали ребята, там, допустим, вот, за один день, 600, давай я, вот так, самый, ну, спущусь вниз, знаешь, вот, за сегодня продаж коллекции на 140 эфиров, то есть, тут огромный рынок, видите, ну, и место всем есть, люди заходят, поэтому, если вы художник, автор, который рисует, добро пожаловать, только надо один инсайт, быстрее надо делать, потому что, вы только через пробы сможете научиться, первая коллекция не зайдет, вторая не зайдет, третья, вы все поймете, сделаете, зайдем, ну, только так, допустим, я занимаюсь маркетингом, я хотел сказать, вот смотри, допустим, есть какой-то человек, он художник, но ему одному, наверное, сложно будет это все понять, какой именно, придумать идею, есть ли вариант, где-то скопироваться с кем-то, ну, то же самое комьюнити, чтобы не одному это делать, а вместе с кем-то, или хотя бы советоваться, ну, то есть, ну, типа одному просто страшно как-то. Классная история, да, согласен, точно, где взять и где найти, и как эту историю решить, я бы прямо напрямую спрашивал в сообществах, вот у нас есть сообщество, например, наше, прямо там и спросить, кто есть маркетологи, ребятки, кто давайте, то есть, все ищут всех, вот мой опыт показывает, что художники талантливые ищут маркетологов, продюсеров, продюсеры, которые могут это все упаковать и запустить, ищут как раз таки визуалов, пацаны, которые, например, ходят, сидят и могут придумать какой-то комьюнити, доступ, пас какой-то, вот им нужны продюсеры и художники, то есть, это экосистема, искать где, в целевых чатах, наш чат, это яркий пример, напишите, кто хочет создать свою коллекцию, после эфира, напишите в чат и спросите, guys, привет, хочу сделать коллекцию, вот такая вот, типа, у меня визуал примерно такой, давайте поштормим, кто хочет, вместе запустим, рынок, там огромный рынок, огромный рынок, там главное отличаться, вот и все, и тогда оно все будет работать, и давать какую-то пользу, безусловно, с этого даже, наверное, я бы начал, пользой и отличаться, и тогда оно точно будет работать. Я бы еще хотел затронуть тему страхов, потому что начинать что-то новое, ну, обычно, непросто. Ты можешь, например, вспомнить, вот когда ты собирался, ну, заходил в тему NFT, над чем ты сомневался, что тебя, не знаю, или останавливало, ну, то есть, какие барьеры ты лично преодолевал, для того, чтобы начать. Ты же из маркетинга перешел в NFT, правильно? Да, я чуть-чуть интро дам, я занимался огромным количеством бизнесов разных, и всегда это было то, что, то есть, я выбирал бизнес всегда по главному критерию, что-то мне нравится заниматься этим бизнесом, вот прям главный критерий мой был. Я там, например, квас продавал, у меня были точки с квасом в Киеве, очень много точек, еще давно, я занимался, у меня была сеть розничных точек таких с бытовой химией, ну, их огромное, там, 100 с чем-то штук было у нас в Украине тоже, вся огромная сеть, то есть, я занимался бизнесом разным, маркетингом занимался, концерты делал, и так далее, в телеке я снимался, и вот здесь момент основной, что самый основной был страх в NFT, это первое и основное, потеря денег, потому что, ну, это прям, ну, прям стрёмно, но эта штука была везде, я мог поставить бочку с квасом сегодня, шел дождь два дня, деньги, все, то есть, деньги, где у меня прогорели, мог поставить бытовую химию, вот у меня сеть была, и у меня в один момент, например, срок годности закончился, там, у некоторых, ну, то есть, все, то есть, я в этот момент улетаю, то есть, это базовая история для бизнеса, но, что нравилось, что это, это следующий этап растяжки, то есть, это сложная индустрия, мне, ну, очень тяжело заходить, потому что, надо реально учиться, практиковать объем информации, плавный был страх, еще раз, потерять деньги, страх решается тем, что есть ряд способов, как зарабатывать на NFT без инвестиций, вот я вот так и решил, я в марте это начал делать, то есть, я вообще год занимаюсь, но у меня, вот, с конца, наверное, марта, у меня апрель, я прям, вот тогда у меня, ну, прям, бюджет денег был сильно, прям, ну, такой непонятный, то есть, я прям пытался хоть как-то чуть-чуть прогнозировать, и не мог вкладывать большие инвестиции, если вначале я заходил, там, сразу что-то купил, и так далее, там, большую часть потерял год назад, накупил, просто хаотично, на NFT, ничего не там вообще, туда сейчас я очень внимательно отнесся, начал с того, что я начал участвовать в конкурсах, собирать вайт-листы, и потом, через месяц уже, где-то это был май, я опять вернулся, то есть, у меня был бюджет, потом он, типа, у меня пропал, и я опять с нуля заново, то есть, я считаю, два раза начинал это все, и вот второй раз, я еще лучше зашел в рынок, понял, и сейчас инвестирую, поэтому основной страх, что потеря денег, это решается тем, что я могу дать способы, уже, ну, типа, говорю, конкурсы, там, тестнеты, это есть, например, тестнет, это если приложение вам дает доступ, чтобы вы первые, там, в него поиграли, и вам платят за это, например, в NFT, потом, если приложение выходит, и оно стреляет, и набирает аудиторию, у вас есть NFT, вы их продаете, то есть, там, все надо делать руками, то есть, не вот это то, что я пошел, вложил там 100 долларов, взял 200, я в такое не верю, я верю в поступательные шаги, которые есть, и верю в случай, типа, когда, ну, у меня есть ряд знакомых, которые вложили 500 долларов, достали 20 тысяч долларов, у нас были такие кейсы, но это, это скорее, я вижу, у меня в жизни, это скорее, это типа, как ты делаешь, там, 20, 30, 40, вот таких вот, там, проектов, покупок, бесплатные NFT, чуть-чуть дешевеньких для игры, арты, из всех одна начинает вот так вот стрелять, но надо эти 20 для этого проработать, даже не 20, наверное, ну, сильно больше, больше точно. Вот так. Так, я услышал, типа, первое, первый страх, это потереть деньги, а вот я про себя еще думаю, у меня, ну, есть, скажем, скиллы, профессии, да, там, занимаясь маркетингом, у меня есть свои проекты, на них тоже уходит время, если, например, все-таки захочу заниматься NFT, как мне это, смогу ли я это, например, совмещать со своими основными проектами, ну, кто-то может работать в найме, со своей основной работой, или ему нужно, ну, с головой уходить в NFT и разгребать, разгребать, или это можно как-то совмещать, или можно по чуть-чуть, ну, то есть, вот этот момент входа, насколько легко войти, сколько нужно потратить времени для того, чтобы получить какие-то первые результаты, даже если не инвестировать большие суммы, а, как ты говоришь, начинать там без вложений. Расскажу, классный вопрос, если хочется заниматься этим full-time, можно заниматься full-time, но если хочется, и даже не хочется, даже правильно сказать, то если вы понимаете, у вас есть лимит времени, то абсолютно точно можно уделить этому в день один час ключевым задачам. Вначале будет сложнее найти основные задачи, то есть вам придется посерчить, то есть, что означает, это то, что вам принесет больше всего денег, надо посмотреть, потому что у всех разные. У меня есть друг, который, например, играет в airdrop, в конкурсы, которые бесплатные, вот эти вот, и он постоянно выигрывает, то есть, это его тема, но я типа не понимаю, как этот чувак это делает, он просто на потоке сидит, играет каждый день, и у него постоянно еще токена, и он их сразу продает, сразу получает деньги, и так далее. Я сыграл 200 этих конкурсов, и я заработал, ну, наверное, ну, месячный оклад, и в пике токена у меня было где-то, я скажу, где-то было 12 тысяч долларов, это в пике, это все airdrop, суммарно, это месяц airdrop, вот 12 тысяч долларов, прикольно. В чем нюансы риски, потом рынок упал же, и токены начали стоить дешевле, но факт есть факт, там они все равно в деньгах, то есть, типа, я все равно могу вывести эти деньги, ну, как деньги, но не, окей, не 12 уже, потому что я понял, что я, ну, мне интереснее с ней играть в долгу, я люблю переливать, закидывать эти токены, я поставил токены на стейкинг, то есть, ну, вот так, постоянно, у меня оборот постоянно происходит, поэтому, в день час, в день час можно делать, просто объем будет меньше, то есть, это может, я не верю, что это может быть пассивом, вот точно не верю, потому что, но нет, блин, сори, может быть, если вы в долгу дешевле, и стейкинг, да, да, то есть, вы один раз делали, забыли на две нетели, вернулись, вот это, вот это вот может быть пассив, раз, второе, если вы вовремя урвали коллекцию, и забыли про нее на 2-3 месяца, и потом открыли и продали, вот это пассив, но тоже, видишь, действия надо делать постоянно, но и если вы квартиру сдаете, тоже надо доделать, приходить, получать деньги, квартплату, ну это же тоже все равно пассив, но как бы с занятостью, и вот тут вот такой момент, и второй момент, который мы сейчас открыли, и это прикол, который я вот сейчас, мы собираем вот эти пулы, то есть, мы с тех ребят, которые у нас учатся на курсах, мы собираем, типа, там каждый, ты входит, типа, ты говоришь, у меня есть бюджет, там 150 долларов, 200, мы говорим, класс, мы собираем 10 человек, и ты в этот момент лично, просто наблюдаешь, что происходит, то есть, ты сам даже не торгуешь, то есть, это вот и есть тоже такой, ты включен, потому что мы... Групповое инвестирование, можно так назвать? Да, то есть, типа, ты включен, потому что ты там дал денег, и ты смотришь, но ты выделяешь на это, там, 20 минут в день, мы же общаемся в чате, переписываемся, советуемся, но человек, который конкретный трейдер, вот такой, ну, обычно, вот те, которые такие трейдеры, знаешь, которые вот я, типа, в марте, я в апреле так месяц, вот именно провкалывал, очень грубо, сейчас я это делаю регулярно, у меня есть понимание, что тут я сегодня сыграю, сегодня не буду ничего делать, там, а завтра, типа, сделаю, например, 6 мин, тогда в бесплатных, которые сейчас вот завтра бесплатные, там много было, у меня было такое недавно, я сел, два часа потратил, два-три, то есть, я вот так вот играю, типа, там, сегодня вот эти дела делаю, вот это завтра, завтра вообще только, например, считаю свой портфель, сколько у меня суммарно, включая стейкинг, вот такое дело, но вот есть чуваки, которые фултайм делали, вот мы объединяемся, вместе двигаемся, даем свои мнения и зарабатываем, это вообще прикольная штука, вот сейчас как раз идет, ну, такой пул, мы суммарно, там, в 10 проектах задействовали, класс, класс, и мы все вместе их собрали, это не то, что один чувак дал, типа, есть модератор, давай назову это так, который модерирует движ, вот, ну, это вот тебе, типа, еще, еще одно, зайти в пул такой без знаний нельзя, то есть мы не берем чуваков, у которых есть просто, ну, деньги, то есть мне интереснее, чтобы ты понимал, что такое, что это, и пришел, типа, и дал свое мнение, и сказал, чуваки, я вот покупал раньше, оно не сработало, и мы такие, блин, прикольно. Это сообщество, в котором каждый человек должен быть полезен этому сообществу, чтобы какую-то свою экспертность, типа, привнести сюда, и усилить, всю эту группу. Круто, ну, это еще один вид, то есть это вот, но вообще, от часа в день, до, там, фулл-тайм занятости, и до пассива, в виде, сейчас купил, поставил на холл, продал, на стейкинг отдал, то есть можно, ну, варианты всякие, но, главная штука, что стоит понимать, если идти в NFT самостоятельно, в сто раз больше рисков, если идти с комьюнити, риски тоже те же остаются, все так же, просто, есть, там, в комьюнити, 10 человек, там, в чат у нас, ну, например, на курсе, где могут сказать, вот нам, типа, вот недавно, например, нам чувак закидывает, пацаны, коллекция, мне сказали топ, два чувака из чата, кто тоже в трейдинге, говорят, чуваки проверили, нет, не берем, реально, пацаны где-то там нашли другую инфу, хотя, первый тот чувак давал инфу, прям, с линками, прикольный проект, родмэп, типа, типа, будет проекта игра, а потом вторые проверили там кого-то, я не помню, это было как-то новости через кого-то, там смарт-контракт один чувак почитал, там что-то там видел, и мы такие, стоп, и вот это прикольно, поэтому классно, но знать, что надо лучше двигаться с кем-то, вот даже такой эфир, сейчас мы просто вот разговариваем, и это тоже польза, люди сейчас ловят, потому что, если бы я мог посоветоваться с кем-то в начале пути своего, ну, я бы сэкономил денег точно, вот я, первая моя потерянная была инвестиция, я положил 10 тысяч долларов в NFT, не зная про NFT ничего, просто с закрытыми глазами пошел и накупил картинок, реально, взял десятку, думаю, через месяц у меня 5 на счету, то есть мы там проверили кучу действий, смотрю, у меня 5 осталось, я думаю, а где 5 осталось тысяч долларов, просто вот часть NFT, которые никогда я не продам, вторые, которые ушли за копейки, и часть что-то там заработала, я такой сижу, думаю, нормальный я себе курс сделал за месяц, ну, типа курсы, мог бы пойти заплатить 500 долларов куда-то в школу, и пройти курсы нормально, и быть в комьюнити, и, ну, типа не попасться, вот такой инсайт. У тебя был первый опыт, скажем так, сразу с потерь, ты потом начал лично разобираться, пошел в какие-то комьюнити, начал знакомиться с людьми, прожил это все, ты говоришь, там с марта по май, фулл тайм работал, и потом в итоге создал курс, который я, кстати, упаковывал. расскажи про курс, в чем его особенность, почему он крутой. Я курс, вот этот, первый, снимаю почти лайв, я сегодня, например, снимал уроки, только сегодня, вот я сидел, почему, не потому что что-то, так и потому что, сейчас покажу, потому что я хочу давать инфу, мега как актуально, вот это сегодня снято. Сейчас, у меня тут какой, сори, вот так выглядит. Ну, то есть, я типа, все показываю сейчас в реал тайме, то есть, момент, про новые коллекции рассказываю, и так далее. Первое. Второе, зачем я создал курс вообще? Первое, мне интересно, по приколу, все знания собрать, вот я сегодня, я снимал курс, у меня вводный модуль, первый, шесть уроков только, и я такой, чужой думаю, блин, я попробовал сегодня записать, хотя бы одну треть курса, да я не записал даже, ну, восьмую часть его, я такой, ого, прикольно все упаковать в одно место, раз, второе, прикольно обо всем говорить простым языком, потому что большая проблема, я встречался, вот, например, с человеком, который в бизнесе, в базовом, который, ну, надо говорить, я не понимаю, и ей тяжело, non-fungible token, для нее это тяжело, она говорит, что такое, я говорю, вот представь, что у тебя есть статуэтка какая-то, она говорит, представляю, я говорю, вот есть вторая статуэтка, она говорит, я представляю, ты можешь же их, ну, поменять местами, она говорит, не могу, потому что, ну, они разные, у них разные ценности, история, культура, суть и так далее, фаундеры, основатели, у кого они стояли в каком-то там веке, вот это. Я имею в виду про оригинальную статуэтку, которая там, например, пятого века, и какую-то реплику, копию, которую создали, например, там вчера. Хорошая, вот, да, да, хороший кейс такой, и вот, если я могу биткоин на биткоин поменять, то и доллар на доллар могу поменять, то вот их не могу поменять, она говорит, так, я говорю, и в этом там и есть суть, что это тоже токен, но каждый уникальный, она говорит, прикол, я поняла, вот, то есть все, достаточно вот такой истории, то есть у меня курс об этом, и задача основная курса, это все-таки собирать комьюнити, потому что я верю, я вижу, я уже, ну, делаю уже год, у меня есть моя комьюнити уже собранная, классно идти в комьюнити, вот, то есть основная идея курса, это именно людей собирать, потому что классно иметь тех, кто заинтересован в движении, вот с курса, там проходит курс, допустим, 70 человек, из них, ну, 10-12, которые потом прям на таком активном, активнее меня, и это офигенно, прям, мы делимся инсайтами, делаем какие-то чаты, у меня сейчас один человек, с которым мы, вот, общаемся, сейчас дружим, он будет делать, он хочет проводить еженедельно, типа, такие эфиры, в которых скрывают рекции недели все, то есть он будет рассказывать про всю неделю, типа, за один час, класс, вообще, и этот чувак, который тоже, типа, он трейдер, это все комьюнити, и вот, то есть основная идея такая, то есть в ходе курса люди понимают, что означает NFT, какие есть виды, зарабатывать, как на этом, простым языком, куда нажать, какую кнопку, и главный момент, который сейчас на хайпе, это, как сделать свою коллекцию, вот эта тема сейчас, просто, это рвет все, всем надо, своя коллекция, об этом тоже все рассказываем, это у нас модуль восьмой, по-моему, у меня там идет, он из восьми, вот я один записал модуль, для понимания, шесть уроков, не могу залить, сейчас пытаюсь залить на монтаж, не могу, потому что, ну, типа, весит, то есть, идея курса, я хочу сыграть в комьюнити, да, то есть, ну, не просто в комьюнити, ты как бы выращиваешь крутых бойцов, как бы себе в команду, это знаешь, как футбольный тренер, берет просто молодняк, их тренируют, вырастают крутые футболисты, которые потом выиграют Лигу Чемпионов, то есть, ты обучаешь людей, для того, чтобы взять их потом, скажем, себе в команду, и вместе уже зарабатывать больше, чем по одиночеству. Факт, потому что, если я могу охватить, вот я сегодня просерчил, наверное, 10 пабликов, ну, которые новости, NFT, новые коллекции, релизы, и просерчил, ну, может, две коллекции, классные, то есть, что означает просерчил, полностью изучил, как строится коллекция, какой у нее рост, какая активность, какие продажи, то есть, это кусок, там, полчасика надо было потратить, вот две, вот если будет таких, вот сейчас уже есть комьюнити, если его будет больше, и люди будут это делать все, и писать в чат, у нас, допустим, у нас есть чат в курсе, типа, ребята, просерчил коллекцию, сотрите, и все такие, чувак, спасибо, потом завтра другой, послезавтра я, и мы вместе все двигаемся, раз, и два, это, если есть NFT какая-то прикольная, типа, дорогая, там, вот я купил NFT сейчас, например, 10 тысяч долларов отдал за него, это будет NFT, это будет, пилят коллекцию, ребята из Украины, кстати, очень классные ребята, крутые в бизнесе, изначально, в App3 они крутые, то есть, разрабатывают игру сейчас, пилят мета-вселенную, потом хотят дальше, получается, что уже игру разрабатывают, то есть, классные ребята, все, знаю лично, я купил NFT у них за 10 тысяч долларов, зачем, потому что я получаю с NFT персонажа, и потом в игре продам его, и получаю токены проекта, это еще в NFT, то есть, на сумму 10 тысяч долларов, и ребят, типа, учитывая, что у них саппорт, они зашли, они в топ Binance коллекции NFT были, были 13 место, где-то месяца, два, в топе всего Binance, это очень круто, типа, очень круто, и вот, вот эта вся история есть, если бы я мог туда, ну, завести, вот я взял и закинул, все, все, зашел, но я же могу завести 10 человек по 1000 долларов, какая идея, потому что у меня будет 9, вот эти вот свободные остальные, я их пойду дальше закидывать, и мы так сыграем вместе в 20 проекта, и заработаем точно больше, потому что по чуть-чуть везде, вот такая история. Ну, окей, ты собираешь комьюнити, как ты определяешь, например, ну, есть же такое, что, ну, люди могут не подходить тебе, или ты им не подходишь, короче, вопрос такой, как ты определяешь, или как думаешь, кому вообще подходит NFT, и, ну, эта сфера деятельности, NFT бизнеса, кому все-таки, ну, наверное, не стоит, потому что, например, условное программирование, ну, не всем подходит, да, и сразу можно уже на ранней стадии понять, что человеку лучше идти там в танцы, а не заниматься ходингом. Вот про NFT можно так сказать, или это прям универсальная тема, которая прям всем-всем подходит? Могу сказать иначе, что она, она не подходит тем, кто не пробует второй раз. Раз. То есть это, ну, это вообще все сферы танца об этом же. То есть ты пошел один раз танцевал, не получилось все. Есть ряд людей, которые пошли, купили сразу NFT. Я всех прошу не покупать, наоборот. Я прошу всех сперва исследовать, а потом советоваться, и только потом принимать решение, инвестировать или нет, пройти путь. Но они, часть людей бежит, покупает сразу, сразу у них сгорает там 100 долларов, они все говорят, все, все, не пойду больше. И это высокорисковая история. Поэтому, эта штука прям не подходит тем, кто второй раз не пробует, точно, вообще вот не подходит. Раз. То есть эта штука не подходит тем, кто все поверхностно делает. Знаешь, типа такие, ну типа, ну быстро посмотрю и ушел. Это глобальное качество в жизни вообще, и оно нигде вообще не полезно. Типа без вот этой вот глубины. Поверхностно. Это не подходит им. Но, если мы говорим о людях, это подходит тем, кто хочет сделать свою коллекцию. Раз. Это прям капец важно. Это прям вот туда. Второй момент, кто хочет понимать вообще индустрию. Ну это не второй, наверное, даже, но типа, окей. Тем, кто, вот я за изучение год NFT, у меня настолько прям сознание растянулось. То есть я настолько увеличил взгляд на мир, устройство мира. Я ездил в саммит метавселенных. Я прихожу, меня садят в такую комнатку, потом VR-ночки надевают, на меня дует ветер. Ну я смотрю VR, и на меня дует ветер, мне жарко, холодно, вибрации. Это растягивает понимание мира вообще, что происходит в мире. Это прикольно. И ты потом берешь и приходишь в свою работу базовую, то есть начинаешь внедрять, то есть ты вдохновляешься этим. Два. Тем, кто хочет идти зарабатывать без привязки, вот эта самая штука такая важная, то есть вы можете зарабатывать, сидя где-то у себя в офисе, уделяя на обеде час времени, где-то в дороге даже, потому что все телефоны, ну видишь, я открываю, у меня все на телефоне, все сервисы, все кошельки, все в телефоне, главное его не потерять. Но и то, есть там решение, потому что у меня есть там все. Ну короче, все бэкапы есть. И вот тем, кто может где угодно, знаешь, работать, типа пошел на обед, кофечка утром встал, попил, я сижу, пью кофе и смотрю там, какие есть коллекции. Вот этим подходит людям. Тем, кто, сейчас скажу, в NFT прикольно, что вы берете ответственность за ваши все решения, это про то, где ты, сейчас, это классная растяжка, то есть, где ты понимаешь, что ты не сможешь потом сказать, что я купил NFT, оно не сработало, и мол, виноват кто-то в этом. Потому что всегда принимая решение по теме инвестиций, это такая растяжка прям. Я всегда понимаю, что это только мое решение, только мое. То есть, это не к каким-то чатам, оно не к кем-то и так далее. И это растяжечка такая сильная. Ну и вообще тем, кто хочет зарабатывать. На самом деле, все начинается из этого. Большая индустрия, огромный вал аудитории в индустрии NFT. Ну, то есть, очень много NFT. Вот я открываю еще раз, чарты за последние сутки, за последние сутки, за последние сутки, и тут, типа, тут сотни коллекций. И есть коллекция, где купили за один день на тысячу, там, пятьсот эфиров, тысячу восемьсот, две тысячи эфиров, две двести, это я вверх иду. А если вниз, пойти еще там тоже. И вот момент в том, что есть рынок, зарабатывать на нем можно, это высокорисковая история, но тем, кто хочет идти в такой способ заработка, кто фрилансер сейчас, кто работает, то есть, сейчас на работе, кто это может быть, там, таргетолог, психолог, копирайтер, кто угодно, вообще кто угодно. Кто работает в офисе, класс, всегда есть обеды, всегда есть перерывы, можно. Кто на выходные, ну, типа, готов сидеть, типа, в субботу уделить день NFT. Класс. Типа, фиш нету, что ты или всегда, или фуллтайм, типа, или не заходить, ну, нету такого, ну, конечно, лучше больше, но вопрос, опять же, еще раз, доступности, вот, такое, это как новый виток в сфере заработка, кто сможет научиться вникать в процесс, вот, ну, типа, вы взяли, сели, вникнули, поняли, зашли, сели в пул, инвестировали 100 долларов, смотрите чат, наблюдаете, ну, типа, если вы в контексте, еще раз напоминаю, и вот тут момент такой тоже, и вот, поэтому, могу сказать, в двух словах, что NFT не подходит тем, кто, типа, скептик, давай назову так это, скептик, типа, один раз там, а, понятно, все ясно, и подходит тем, кто активно открыт к жизни, кто хочет просто идти активно, что-то делать новое, то есть, кто понимает, что у вас потолок на основной работе, что вы хотите денег больше, у вас не получается, то есть, кто понимает вот эту вот штуку, и это, честно говоря, это очень интересно, вот я играю в это, я зашел сюда, почему, потому что это интересно, я всю жизнь занимаюсь тем, что реально мне интересно, я делал концерты на 6 тысяч человек, у меня были марафоны мои, в том году, 62 тысячи студентов у меня было, то есть, много всего было, потому что мне, ну, типа, интересно было, и вот, если вам неинтересно NFT, тогда лучше не приходить, ну, типа, не надо, ну, если вы такие, такие скептические, понятно, мне даже не приходить, нам, ну, типа, нам проще вас не брать в курс, потому что, ну, типа, там будет много, ну, много вопросов, да, если вы реально открыт, класс, инсайт, вот, типа, я пощу недавно, в свой канал, человек, я пощу у себя в свой канал, новости о том, как мы зашли с ребятами, в, в три коллекции, то есть, мы, типа, я описываю, ну, типа, процедуру, вот эта коллекция, мы заходим туда, потому что, вот такие три строчки, очень просто, то есть, мы никого не призываем, ни к чему, ни в коем случае, просто мы делимся, и чувак один пишет, что у нас в клубе, типа, типа, а ну и что мне, а ну и как эта инфа мне даст заработать сегодня денег, я его удалил из клуба, ну, потому что, типа, ну, это скепсис, я дал чуваку конкретные кейсы, три, почему мы зашли, в какие коллекции, коллекция один, ссылка, потому что, мы видим, что там заходят киты, это типа такие большие пацаны, мы увидели это в транзакциях, верим, что оно вырастет, коллекция два, потому что большое комьюнити у них в Твиттере, то есть, это инфа, которая реально, ну, укрепляет сознание, а чувак не понял, ну, нам не надо такие люди, спасибо, это точно не со мной, а те, которые открыты, интересно, хочу, учу читать, хочу зарабатывать, ну, пожалуйста, у нас мест немножко осталось, кстати, там, кто хочет, ссылку мы в чат закинем, куда-то нам эту, да, по курсу, давай закинем, да, я думаю, сейчас можно, кто захочет, у нас мест немножко осталось, 5-7 где-то мест еще, 5, наверное, где-то, я смотрел недавно, вчера, да, вчера смотрел, поэтому, кто хочет, советую не пропустить, потому что, прикольно, прикольно будет, и мы целимся в то, чтобы мы начинали зарабатывать в ходе курса, вот, это моя задача, чтобы люди, где начинали действовать, по своим желаниям, и начинали уже идти, а кто хочет запускать свою коллекцию, в том числе двигались в векторе в этом, чтобы они за курс уже запустили их коллекцию, для меня это важно, потому что это результат, мне хочется именно иметь результат, не просто там научить людей, а чтобы я мог сказать, что у нас на курсе пришел художник, и продал свою коллекцию, и заработал первые там тысячи, две, три, пять тысяч долларов, это типа такой, минимальный мне понятный серий минимум, а еще больше того, инсайт всем, кто хочет свою коллекцию, комьюнити курса, идеальный вариант найти первых покупателей, то есть у вас будет комьюнити, которая может, вы ставите цену там 50 долларов за коллекцию, рассказываете курсу всем участникам, почему стоит покупать, пацаны такие, ну реально, если все классно, так мы помогаем, мы же вместе помогаем вот этому, то у вас раз заходит первое там 500 долларов, 10 продаж, по-моему прикольно, прям с комьюнити, с чата курса, это прикольно, это потому что, ну мы же все вместе, вот как-то так. Слушай, здорово, я на самом деле приходил там на Афир, у меня был свой запрос, хотел понять, разобраться, то есть какие есть способы, заработка на NFT, как я это могу применить на себя, то есть как я могу научиться зарабатывать, что для этого надо, там по времени, по деньгам, по какой-то экспертизе, и вот в принципе за час, мы примерно час, да, с тобой беседуем, я понял, что во-первых, есть как минимум для себя, я определил три способа заработка, это трейдинг, купил дешевле, купил, продал дороже, можно заниматься инвестициями, при этом это можно совмещать, купить, положить на стейкинг, потом продать, можно создавать свой, свою коллекцию, но просто картинки пилить, это не актуально, надо придумать какой-то проект с идеей, для того, чтобы он вдохновлял других людей, но это более сложно, это типа уже создать бизнес, ну, может быть, ребята, которые амбициозны, и уже создают какой-то бизнес, можно будет попробовать, ну, а для, скажем так, ну, не бизнесменов, спокойно можно зарабатывать на трейдинге, на тех же инвестициях, но при этом, одному всегда очень страшно и сложно, то лучше сразу находить какой-то комьюнити, и с ними начинать, и вот как раз, ну, наше комьюнити, в этом будет, мне кажется, хорошим началом, хорошим решением, поэтому, если вы, зрители, которые нас смотрят, которые вы еще сомневались, или думали, надо вам NFT, или не надо, вот, если вы до этого момента все еще в эфире, значит, вам, ну, скорее всего, это интересно, значит, вам есть смысл оставить заявку на курс, и там уже попробовать, прикол в том, что у нас, я знаю, у нас гарантия есть, да, то есть, если люди заходят на курс, оплачивают его, и в течение там недели им что-то по какой-то причине не нравится, или они просто передумали учиться, спокойно мы возвращаем деньги, без, то есть, ну, то есть, здесь нет риска, как раз в этом моменте, но плюсы какие, то, что они сразу приходят уже на эксперта с опытом, который объясняет все простым языком, без таких сложностей технических, сразу приходят в готовое комьюнити, и плюс этого комьюнити в том, что они уже в нем могут зарабатывать, то есть, вот это групповое инвестирование, где собрались там группа людей, и один ты не можешь, например, купить там NFT за 10 тысяч долларов, но скинулся по 1000, по 500, и вместе купили, и уже нормально, то есть, это круто, это, мне кажется, полезно, поэтому, будет ссылка, или она уже есть, или ее скинут, заходите, ссылка я вижу в чате, я открыл ссылку, она висит в чате, ребят, если у вас будут вопросы, вы можете в чате у меня также это все спрашивать, смотрите, к чему я сделал гарантию вот эту вот, потому что, моя задача, это чтобы вы убедились, как можно за первый модуль, за одно видео, уже поменять восприятие мира NFT, вот я четко это понимаю, кто скажет, не хочу, не нравится, welcome, смотрите, я в жизни, но не люблю людей, типа, убеждать чему-то, то есть, типа, что вам это надо, я вообще не про это, вот я прихожу с тем, что я предлагаю какие-то идеи, решения, которые я сам протестил, сам прокатал, вот тогда у меня была история по стейтингу, которой я рассказывал, что я купил NFT, поставил на стейтинг, 46 долларов заработал, потом продал NFT, и тут типа, типа, история такая была, что я эту историю про стейтинг, тогда дал у себя в комьюнити, и ребята, ряд людей сделали точно на то же самое, то есть, мы делаем практические действия, и вот моя задача вам открыть это окно к тому, что это есть, это существует, это индустрия с огромными бюджетами, и могу сказать, что эту штуку можно использовать очень по-разному, это как у меня люди, которые у меня обучились, я занимался заработком в YouTube, это было, наверное, год 2018, наверное, год 2017-2018, мы тогда делали большие курсы, у нас там 700 человек прошли курсы по YouTube для бизнеса, то есть много, и они все, вот мы, ну у нас есть же чаты, все до сих пор, и получается, что у них у всех, вот те знания, мы общаемся, помогают сейчас в жизни, то есть, что они обучились, как строить бизнес в YouTube, вот они пошли уже давно дальше, кто-то стал маркетологом, кто-то еще что-то пошел делать, но все внедряется, и это очень прикольная штука, что это как замкнутая система, то есть, что оно здесь помогает, вот там помогает, и там помогает, поэтому да, поэтому, собственно, я рекомендую смотреть на окна возможностей, и если вы понимаете, что вы сейчас делаете прикольный такой шаг, то вы спустя год скажете себе спасибо, вот я говорю себе спасибо сейчас искренне, потому что я занялся этим в прошлом году, потому что сейчас, если взять рынок крипты весь, то, ну, если взять вот всю крипту, это все включает NFT в себя, хорошая доля, это включает как раз такие вот токены, трейдинг, но оно связано, потому что там типа, типа выходит проект, у них токен, ты покупаешь NFT, получаешь токен, то есть оно как замкнутая система, суммарно это все, это 90% моего дохода сейчас, 90, я не буду тревать, в прошлом году их не было, то есть у меня от того, чем я занимался в том году, осталось 10%, 10, это типа, эти 10% это маркетинг, клиенты в Канаде, вот это то, что у меня осталось, остальные, остальная вся деятельность, ну, новая полностью, то есть я занимаюсь, ну, вот за год сфера, а если бы я не пошел в прошлом году в трейд, ну, как раз в NFT историю, я чем бы сейчас занимался, ну, вот тебе ответ, наверное, 80-60%, скажу так, ну, чтобы честно, 80% дохода, это все, все NFT крипта, все, и 20% только базовый мой бизнес, который в том году был 100%, именно потому, что много было клиентов, а сейчас все это, все на холде, все агентство на холде, все в Киеве, все на паузе там стоит, поэтому верю, что вы можете, в эту историю зайти, кто хочет, вижу, что у нас там были вопросы какие-то в чате, еще сейчас я быстренько их посмотрю, чтобы я мог ответить коротко, а, есть вопрос о том, нужно ли делать пару аккаунтов для разных тематик, нет, все в одинако, а, смотрите, если вы создаете свою коллекцию, у вас будет отдельная коллекция, это будет папочка, в которой вы открываете, а те, которые NFT ваши собственные, у вас они будут висеть в вашем личном аккаунте, глобально, в сравнении с, с фейсбуком, типа, у вас есть своя страничка личная, и есть группа, ну, есть, вернее, сообщество, где ваша компания, вот здесь такая же история, то есть это разделено, то есть регистрировать второй, еще раз, кошелек не надо под это все, это точно, ну, типа, не надо, вот, кто еще будет иметь вопросы, guys, жду вас на курсе, с радостью всех приглашаю, у нас там, там сейчас сейлы, ну, как раз, вот скидка еще 4 дня, 5, поэтому, кто хочет, если у вас есть любые возражения, welcome, все отвечу, и еще раз напомню, кто не хочет идти на курс, или относится скептически, к истории NFT, ну, я тогда вас не жду на курсе, потому что мне не надо, мне надо те, которые реально с радостью будут учиться, мы будем все по кайфу идти двигаться, вместе проходить, смотрим, вот сейчас у нас куча сообществ наших, ну, опять же, и сейчас вот рынок там, все просело, биток просел, все, и мы все это обсуждаем, то есть мы с ребятами все это обсуждаем, все проговариваем, то есть это, ну, это очень прикольная штука, это очень, ну, такая, такая сильная тема тоже. Все, в принципе, на этом я думаю, что все, мы можем заканчивать, жду вопросы ваши в чате, я, ага, тут, значит, вопросы, а этот вопрос я ответил, а, еще один вопрос, вижу, научные работы, NFT с доступом, если вы желаете сделать, вот здесь вопросы, прикольные вопросы, прям глубокие, кто желает сделать себе NFT с какой-то, с каким-то доступом, то есть с какой-то доступом к платформе, софту, прикольно сделать картинку, арт какой-то, это прикольно, но если у вас основная ценность в самом NFT, это в сути, то есть вы будете его вот так стоили, все нормально, лучше вот так и делать, то есть я знаю ряд, вот я покупаю NFT разные, у меня есть NFT разные, долго сейчас, которые, типа, пас в игру, ну как вход, типа, если я в игру, оно красивое, 3D крутится, офигеть, но есть и при этом, в всем картинка, фон темный, типа, с карточкой такой, и все, то есть, типа, сути оно не меняет, конечно, приятнее смотреть на 3D, но, если и то, и то доступ в классное комьюнити, да какая разница, поэтому ответ, не обязательно делать, не обязательно делать, какой-то мега, супер, арт, для доступа в ваше комьюнити, так, вот Дарья купила уже курс, Дарья художник, и ждет начало курса, и 8 модуль, если взять в особенности, Дарья, во-первых, молодцы, рады, что вы тут уже с нами, второе, будет, все будет, все делаем, прямо сейчас записываю курс, реально офигенный курс, прям собранный весь контент, кто купит курс, получает презентацию, потому что у меня там, ну, 400 слайдов, это курс весь, то есть там огромный пул, типа, у меня все слайды, то есть это суть, это контент, это не просто из серии слайд и слово, это прям контент, я сейчас прям, ну, как раз занимаюсь этим всем, и там прям, прям сильно, и тем, кто думает и хочет свои сделать коллекции, я вас приглашаю и жду, welcome, естественно, так, Андрей, Андрей, у нас, слышишь, у меня возникла просто идея, сейчас коротко, может, давай, смотри, у нас классный разговор получился, я вижу, что у нас есть, ну, много благодарных зрителей, которые до сих пор нас слушают, можем сделать для них какой-то, ну, бонус, вот, например, что если они сейчас записываются на курс, то мы для них какой-то подарочек делаем, что ты можешь дать людям, или предложить, ну, какой-то бонус придумать, можем что-то такое придумать, сделать для них. Классная история, давай, я подумаю, тем ребятам, которые купят в течение суток следующих, сейчас, позавтра вечер, купят курс, мы, давай, чтобы это было прям в тему, я могу подобрать за пару дней NFT прикольные, которые я вижу, ну, я увижу, что они прям классно могут залететь, и мы эти NFT отправим к ним на кошелек, то есть эти люди получат эти NFT, это будет NFT, которая сейчас стартовая, то есть это будет NFT потенциально, которая стоит там от нуля, ну, то есть бесплатный МИД, который был, до каких-то там, может, с 50 долларов, то есть типа, с потенциалом, то есть типа, вот я подарил своей подружке, сейчас быстро расскажу, на день рождения, в мае NFT, я его купил за что-то, типа, там, 50 баксов, ей подарил, это была NFT, как раз в игре персонаж новый, сейчас оно стоит под 250 где-то, я ей написал пару дней назад, она такая, что вообще, и вот это примерно та же штука, вот можем такое сделать, тем ребятам, давай первым трем, кто купит за сутки, вот так правильно, потому что если купит сейчас 50 человек, я не буду ресурса это все сделать, первые три человека, кто купит курс за сутки, потому что у нас там всего осталось 5 мест, типа, вот им отправим такие NFT-шечки фирменные, прикольных коллекций каких-то, я поищу, отправим им, покажем. То есть ты сделаешь за людей, ты сделаешь первую инвестицию за людей, ну им. Да, это будет первая NFT в их уже кошельке, которую мы потом им покажем, у нас будет курс, в курсе мы показываем, какой кошелек установить, как, и мы туда им пришлем на кошелек, просто ее потом еще. Прикольно. По-моему прикольно, прикольно, я сам офигел только что. Можно было просто по 10 долларов подарить, и все, но я люблю усложнять себе жизнь. Это смешно. Так, и что тут еще? И еще был вопрос, фото ли подходит для, можно ли использовать NFT как фото, ну типа, туда фотки заливать. Можно, много есть нюансов, если тезисно, надо, чтобы все это имело в себе тоже большие смыслы. То есть залить фотку, фотку, что оно даст? То есть надо, чтобы эта штука сработала как-то, с каким-то смыслом. То есть автор фото сильный, смысл самой фото сильный, то есть какая-то месседж должен быть, и внутренняя начинка. Ну конечно можно их, ну прям много таких фоток. Я буду прав, если скажу, что сейчас все украинское, украинская тематика нормально заходит во всем мире, или нет? Да, да, я был на саммите сейчас метавселенных, выступал там. Получается, я был спикером, рассказывал о маркетинге NFT и крипты, то есть устроенство маркетинга, какие тренды и так далее. И я был единственным спикером из Украины. Так у меня всегда, у меня аватарочка вот такая с флагом. Я везде, на всех афишах, я это все делаю, чтобы люди все видели, ну типа, чтобы еще раз напоминать про нас, еще раз про Украину, потому что это саммит, самый большой саммит метавселенных. И я пришел, выступаю, там был такой пост с аватарками, и там моя аватарка. И вот я могу сказать, что все ребята из крипты, такие прям типа, все, все с нами, они за нас, они с нами, и это круто. Это прям круто. Я прям, да, востоку. И все, все арты, безусловно, мы делали, вот черити, я запускал проект, как раз мы NFT проект делали, черити, я делал его. Мы собрали 220 тысяч гривен, это мы, мы продали NFT на сумму, на эту. И деньги сразу ушли на кошелек, фонд повернись живым. Получается, мы деньги прям напрямую отправили, то есть мы их не касались. То есть мимо нас сразу оно все ушло туда. И вот, большое спасибо всем, кто делает такие донейшны. Что важно, любые проекты, все черити, надо делать прозрачными, и чтобы это действительно, история была черити. То есть это самый главный месседж, потому что, я призываю всех, есть искусство, искусство, типа ваша картина, ваш арт, так если мы идем в вектор черити, то есть саппорт, поддержки, это совсем, это уже, то есть, это ваша миссия социальная, то есть это не про какие-то истории, связанные с тем, что вы там будете заниматься, туда уделять, там заработки, нет. Это про социальный, то есть мы вот делали проект, у нас команда была человек 20, все украинцы, мы вместе отработали, создали, нарисовали, собрали художников, запилили, мин сделали, опубликовали и продали. И мы деньги напрямую, типа все уходили на фонд, сразу, то есть я даже, там, ну у нас есть официальная штука, мы взяли их кошелек фонда, и мы прям напрямую, типа уходили деньги. Офигенно, вот это черити проект, это офигенно. Поэтому, и конечно же, все, что вам близко, можно делать. Все, что вам близко, вот к сердцу, вы видите, у вас есть вдохновение, вы вдохновляетесь, потому что, кто-то же, вот этих вот придумал, есть коллекции трендовые, есть панки, обезьянки, сейчас я покажу, секундочку, это важно. Панк, сейчас найду их, сейчас, вот например, панки, панк, NFT, вот например, это ж кто-то же, то есть эту историю, вот эту, вот выдумал в начале, то есть были же люди, кто придумал в себе в голове это сначала, или типа обезьянки, Bored Apes Club называются они, это же тоже, кто-то вдохновился этим в начале, то есть кто-то придумал это, видишь, и это там, это тренд, у них внутренняя комьюнити, там стоимости сотни тысяч долларов, прикольно, но там визуал, токен и начинка внутри, то есть типа контент, суть, подарки, клуб, закрытые вечеринки, это прикольно, вот таких же держателей, поэтому все, кто делал NFT, генерирует, я вас жду у нас на курсе, все, кто хочет зарабатывать, жду вас на курсе, будем, будем учиться, двигаться, а пока всех призываю относиться ко всем инвестициям внимательно, не инвестировать хаотично, не инвестировать как-то, потому что я учу этому всему, я рассказываю на курсе, как строить риск менеджмент, как делать так, чтобы не было такого, чтобы вы взяли последние деньги, я против такого, я против этого, ну очень сильно, я за то, чтобы мы делали разумные все решения, поэтому жду всех на курсе, там у нас, две брони мне написали только, что, то есть у нас есть три места еще, поэтому кто хочет, welcome, давайте сейчас делайте действия, и тут Владислав написал, извините, не увидел, скрин вашей истории подходит, да, да, и вопрос был, как в NFT с плагиаторами, могу сказать, что все больше сейчас выходят новостей о том, что большие коллекции официальные начинают жаловаться на фейки, уже эта история началась, то есть уже эта история, я видел новости пару дней назад, буквально, что коллекция какая-то, это была X, я не помню, уже жаловалась на то, что есть типа, ну прям фейки этой коллекции, то есть эта история начала, уже происходит регулирование, поэтому важный момент еще для всех, покупайте оригинальные коллекции, смотри, не так, смотрите, все оригинальные, вообще не призываю покупать никого, ничего, не призываю, вообще, вообще не покупайте, а смотрите, изучайте только оригинальные, я пару раз пытался заходить и запрыгивать в большие коллекции, еще в начале пути моего, в большие коллекции, которые хайпились на волне хайпа, то есть заходит коллекция, стреляет, пацаны выпускают похожую, тоже она начинает лететь, ну то есть типа, все такие, блин, а вдруг они связаны, ну знаешь, типа вот эту тему, и я всегда терял там деньги, то есть любой плагиат, копия, похожесть, нет, 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 не работает, если даже есть, и вы видите, что оно растет, я тогда клюнул на это, в том году, это было, я клюнул на то, что похожая, просто вот та оригинальная залетела, и там по 10 сетей эфиров уже стоит NFT, так а есть вторая, которая стоит по 0,6 эфиров она стоила, и она еще растет, я такой, надо брать срочно, и вот так оно у меня висят, эти NFT, которые никто не купил, ну которые вот эти вот вторые, так а я думал, потому что оно растет, и ты в моменте, хочется быстренько тебе, типа запрыгнуть, не заходите в копии, пожалуйста, только в то, что есть верифицировано, подтверждено на сайте, проверяйте эти инфы, очень часто есть тема, когда надо идти, открывать сайты, и смотреть и рыть, я вот находил коллекцию, недавно в чат прислали, ребята, художник выпустил NFT коллекцию, известный, посмотрите, я начинаю не через, типа пооткрываю реально, там типа вот все коллекция, да, художник, что я делаю, я начинаю открывать его соцсети, и искать прямую ссылку из его соцсетей, на это вот туда, я нашел, я такой, да, то есть он написал, хай, гайз, я делаю, сделал типа по коллекции, вот линк, а у него-то там в твиттере 150 тысяч подписчиков, ну типа большая аудитория, прикольно, класс, о, я такой, все, все, значит оригинал, никак по-другому, потому что догадаться, или думать, это он пока молчит, скоро расскажет, ребят, не бывает, спасибо всем, жду всех на курсе, давайте, ты мне остался, у нас осталось еще, жду вас, будет очень весело, вы видите, какой я, поэтому, будет не весело, а будет очень интересно, и развивающе, я бы так сказал, и весело тоже. Да, я тоже хочу сказать тебе спасибо за ответы, за много, что рассказал, я для себя подчеркнул, буквально, смотри, почему прикольно общаться с людьми, да, я мог бы потратить это время на Google, на YouTube, или смотреть какие-то видео, а здесь четко пришел с конкретными вопросами, четко получил ответы, поэтому общение, я просто понимаю сути, почему комьюнити это круто, потому что ты приходишь, и получаешь от людей сразу ответы на свои прямые запросы, ну типа это очень здорово, спасибо тебе большое, и у меня есть предложение быстренькое, давайте подключим, вот Дарья говорила, что она купила курс уже, я хочу услышать ее ожидания, мне прям это интересно, Дарья, у нас есть, если вы тут поднимите руку, пожалуйста, Дарья, чтобы просто, типа в 20 секунд, я ожидаю от курса, раз, два, три, четыре, пять, неинтересно просто это, Дарья, вы тут с нами, или уже ушли, я не вижу просто поэтому, если нет, ладно, ничего, тогда ладно, тогда, вроде она не, вроде не подключается, да она, но ничего, тогда все, жду всех на курсе, о, Дарья, да, подняла руку, Дарья, вы тут, я подключаю, вам микрофон включил, здравствуйте, Дарья, здравствуйте, алло, ой, супер, спасибо огромное, что вошли, скажите, буквально тезисом, что ожидаете, ну вот, после курса, типа в ходе и после, вот, если так тезисно, я в первую очередь хочу узнать, что такое вообще есть, узнать его вступ в одногодную, хочу в это, в эти, потому что я верю, в это верю я, в это верю мой муж, который как раз любит заниматься всем этим новым, и поэтому я надеюсь, с тем же самым художником, хочу перевести сейчас в свой вот шла, в который я тоже надеюсь создать коллекцию, которая в ближайшем, и тоже хочу участвовать, хочу углубиться в это максимально, не просто, а максимально за это войти и узнать, что надо было, и из этого получить хорошие бонусы. Супер, спасибо, огромное вам, а еще прошу вас отправить потом в чат какую-то вашу ссылку, ваш инстаграм или куда-то, хорошо? Ссылочку вашу, может на сайт, инстаграм, на что-то, хорошо? Всего хорошего, спасибо. Спасибо. Супер, супер, вот и инсайт на самом деле, что люди верят, вот это вот четкий человек, который все, 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 Дарья с нами, я вижу, хочет, интересуется, видит, знает, люди у него в окружении, муж тоже в эту историю верит и видит, класс, все, ну типа вот у меня сейчас основное это просто сделать и все, то есть типа если есть мотивация, хочу, нравится, хочу, все окружение поддерживает, я художник, класс, отличный портрет, супер, и такая же штука, вот это классный настрой человека, кто идет на курс, спасибо, Дарья, ну я прям кайфанул, даже от вот этого вот, хочу, давайте, все, заинтересовано, класс, давайте делать, просто будем идти шагами туда, дальше будем разбираться. Гайц, всех жду на курсе, я вижу всех здесь, есть Владимир, Владислав, Джулия, Сергей, Денис, Белоус, Просик, Катерина, кто Яник, Тамара, Богдан, Марина, Лара, Пара, Панда, Так, Ягуар, Алексей, Наталья, Николай, Анна, Дмитрий, Ксения, Водопьянова, Дарья, Александр, Анастасия, Людмила, Лорди и Богдан. Всех, кто у нас есть, назвал всех. Благодарю вас за эфир, до скорой связи, и жду вас на курсе туда. Спасибо, ребята, все, всем хорошего вечера, пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok